Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева, и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Латкарина в этом выпуске. Конкурс компьютерной графики в 4-й гимназии. Электронные журналы и дневники в латкаринских школах. Фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного пения «Золотая звезда» в ДК «Центр молодежи», новости спорта и многое другое. 16 ноября прошел Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий. Событие призвано привлечь внимание к печальным фактам статистики ДТП, ежегодно уносящих более 3000 человеческих жизней. Наш следующий сюжет посвящен одному из аспектов безопасности на дорогах. По статистике ГИБДД Московская область занимает третье место во всероссийском рейтинге количества ДТП с наездами на пешеходов. В период с октября 2013 по сентябрь 2014 этот показатель составляет 257 дорожно-транспортных происшествий. Подобные ДТП часто приводят к самым трагическим последствиям, а водитель в некоторых случаях привлекается к уголовной ответственности. Водители и пешеходы являются равноправными участниками дорожного движения. Но, как показывает практика, пешеходам гораздо реже приходится внести ответственность в случае нарушения правил. Стоит ли уравнять ответственность пешехода и водителя и сможет ли это изменить ситуацию? Спросим у горожан. Давно пора. Давно пора. Беспредел просто. Беспредел. Иногда хочется уравнения. Но обычно я так не делаю, поэтому и не задумываюсь иногда над этим. Вообще, конечно, нужно. Есть такие злостные у нас пешеходы, так как же злостные водители. Обязательно. А почему, как считаете? Потому что ответственность есть. Если они виноваты, значит, они должны отвечать. А часто вы наблюдаете ситуацию, когда пешеходы там неожиданно резко для водителя? Да, часто. Часто, да? Часто. Ну как, она идет, вот ей все равно. Ни вправо, ни влево, ни смотрят напрямую. Это вина водителя. Он может. Он издалека все видит. Это неправильно. Я сам водитель, я знаю, что действительно так. Вы бегают, но извините меня, вы же едете. Вот откуда. Он же не полетает к вам под колеса. Нет, такого не бывало еще никогда. Бывают шалости детей. Ну, тут другой разговор. Но взрослых я еще такого не встречал. Честное слово. Вам повезло. Так нет, ну что, значит, повезло. Я просто аккуратный, внимательный водитель. Если недостаточно освещения, то тогда неожиданность пешехода становится, даже если он медленно передвигается. А если освещение хорошее, то, конечно, пешеход, ну, ради своей безопасности, должен всегда посмотреть налево-направо. Бабушка там, ребенок с мамой. Ну, ты ребенка видишь маленького, посмотри. Посмотри. Даже без понятия. Нужно уравнять. Если человек перебегает дорогу в неположенном месте, то он не прав 100%. Потому что сейчас движение стало намного больше, машины стали быстрее, жизнь суетливее. А, к сожалению, правила остаются на одном месте. Это в неположенном месте? Конечно. Штрафы. Раньше же выдавались штрафы, сейчас нет. Раньше следили за этим? Конечно. Потому что я сам водитель и сам же пешеход. Я люблю пешком ходить. Пешеход вообще непредсказуемый. Если я водитель, я смотрю, прежде чем я понимаю, что машину нельзя остановить, то пешеходы некоторые вообще даже не смотрят. Как шли по тротуару, сразу выбегают на дорогу. Остановить очень сложно. Так что даже больше штрафовать нужно не водителя, который не останавливается, а пешехода, который не пропускает машины. По-любому водитель перед пешеходным переходом должен притормозить. Здесь его полностью право. Ребенок, например, неадекватен. Он может выдержать в любой момент, и он почему-то думает, что он прав. Потому что он ребенок. Ну, водитель профессионал, он должен предусмотреть, но это очень все сложно. Вы сами понимаете. У меня был случай, когда я сбивал человека. То есть в темное время суток он убегает из-за машины, а до пешеходного перехода еще 200 метров. Остановить не... Ну, ехал 60 километров. То есть он живой, конечно, там даже никаких переломов, но сам факт, что я его зацепил, неприятно больше мне, чем ему. Здесь нужно найти, как бы сказать, такой компромиссный вариант. С тем, чтобы, как бы сказать, пешеход, соответственно, уважал водителя, ну, а водитель, само собой, в свою очередь, уважал пешехода. Вот именно компромиссный вариант здесь нужен. Григорий Козлов, Алексей Евстинов, Александр Тестов, телеканал «Уткари». В Ступинском районе, в селе Большое Скрябино, всего в 60 километрах от Москвы, продаются дома. Как готовые, так и на стадии строительства. Дома выполнены из оцилиндрованного и профилированного бруса. К каждому участку подведен газ, имеется собственная скважина и электричество. Возможно, продажа незастроенных участков и строительство по вашему проекту. Телефон 8-916-326-07-99. 8-916-326-07-99. Инициативу столицы по использованию электронных журналов и дневников в школах успешно переняли в Подмосковье. О латкаринском опыте применения такого ноу-хау в образовательных учреждениях расскажет Кристина Мяснянкина. На помощь привычным дневникам и классным журналам приходит электроника. В муниципалитетах Подмосковья во всю функционируют дневники онлайн. Такая система позволяет ознакомиться с успеваемостью своего ребенка буквально из любой точки мира, где есть выход в интернет. Ноу-хау используют и в латкаринских школах и гимназиях. Я считаю, что электронный дневник очень удобен родителям, потому что позволяет им отслеживать и успеваемость, и посещаемость ребенка непосредственно в тот же день, когда ребенок получает какую-либо оценку, непосредственно в тот же день, когда идут уроки. Для самих учащихся также есть польза от нововведения. К примеру, ученик, который пропускает занятия по уважительной причине, может без труда узнать тему прошедшего урока и ознакомиться с домашним заданием. Для детей тоже удобно, потому что если ребенок забыл записать домашнее задание, то он может совершенно спокойно посмотреть его в электронном дневнике. Но для, так скажем, не очень прилежных учеников это доставляет некоторые неудобства. Электронные дневники и журналы в нашем городе активно используются первый год. Ранее система тестировалась, выявлялись ошибки, которые дорабатывались. Но уже за это время большинство учащихся успели оценить по достоинству преимущества электронного помощника. Вообще, на самом деле, это очень удобно, потому что это дает нам возможность смотреть свои оценки, то есть текущие. И в любом случае у нас есть всегда два дня, чтобы их исправили, если нас что-то не устраивает. Для родителей нововведение стало инструментом большего контроля над процессом обучения ребенка. Вдобавок, информация, которая вносится в электронную версию привычных помощников, конфиденциальна. Я считаю, что электронный дневник очень удобен, потому что ты заходишь туда, там выставляется твой сразу средний балл. И, допустим, в середине четверти ты можешь посмотреть, какие оценки у тебя выходят в конце четверти. И вообще это очень удобно, потому что родители могут контролировать своих детей, могут писать сообщения учителям, беспокоиться они как-то. Вот только утаить плохую оценку от родителей теперь нельзя. А полученные двойки родители будут оповещены мгновенно. Мне не нравится электронный дневник, потому что родители могут видеть все мои двойки и могут за это ругать. А мне не нравится это. От более привычной версии классных журналов и дневников отказываться не собираются. Данное нововведение послужит лишь хорошим помощником, благодаря которому и ученики, и учителя, и родители смогут наладить процесс взаимодействия даже вне стен учебного учреждения. Кристина Мяснянкина, Александр Тестов, телеканал Латкари. В четвертой гимназии прошел ежегодный конкурс компьютерной графики. Расскажет Максим Морозов. Из года в год правила конкурса неизменно строгие, но в то же время простые. Все, что есть у учеников городских школ, это компьютер с графическим редактором Paint и стандартная мышка. В таких условиях ученики старших классов в течение двух часов выявляли сильнейшего в компьютерной графике. Почему именно Paint и почему именно мышка? Ну, наверное, потому что это минимальный набор, который есть у всех. Понятно, что сейчас у многих есть графические планшеты, есть другие устройства. Но вот мышка и Paint, я думаю, покажут, на что способен ученик. То есть умеет он рисовать или не умеет. Хотя действительно это тяжело даже тем, кто умеет. В этом году тема конкурса была посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. С помощью жребия ребята выбрали главную тему для творчества – салют победы. У каждого ученика свой индивидуальный подход к выполнению задания. Как признаются участники конкурса, рисовать с помощью стандартного компьютерного набора – сложная, но увлекательная задача. Ну, я считаю, что должен быть салют, так как тема – салюта. Но я хочу нарисовать березовый лес и звездное небо. Мне этим очень нравится. Ну, я думаю, что там должен быть свечный огонь, например. Салют. Ну, и написано 73-й. Ну, я так думаю. Ну, солдаты, может быть. Самая ответственная часть конкурса – это выявление победителей. Членам жюри и педагогам информатики предстояло оценить каждый рисунок по нескольким критериям и выставить оценки от 1 до 10 баллов. По итогам конкурса третье место заняла Ткаченко и Львина, Патрикеева Мария и Гурковская Августа. Второе место разделили Дымченко Софья и Данских Ирина. Победила ученица 4-й гимназии – Кащеева Софья. Несмотря на разный творческий уровень, каждый рисунок был пронизан духом патриотизма и гордости за великую победу. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откари». Магазин детского питания «Мой малыш» предлагает вам самый широкий ассортимент детского питания, подгузников, средств по уходу для ваших малышей. Мы находимся в торговом центре на пересечении улиц Коммунистическая и Колхозная, рядом со Старой Конечкой. Также к вашим услугам бесплатная доставка по телефону 8 926 752 2663. Мы продолжаем рубрику «Измени одну жизнь». Сегодня в эфире нашего телеканала рассказ о мальчике Андрюше, который очень ждет свою маму. Андрюша-непоседа. Ну, очень подвижный, активный, юркий мальчик. Только видишь его в одном углу комнаты с одной игрушкой, и вот не успеешь и глазом моргнуть. А Андрюша уже занят чем-то другим, в противоположном углу. Этот мальчик – настоящий исследователь. Он увлекается всем, что его окружает, интересуется всем, что только может найти. Если он видит кукол, начинает играть с ними, изучает, как они сделаны, кормит их, поит чаем. Он может сам залезть в ходунки и топать в них по комнате. Ему интересно разглядывать картинки в книжках, слушать музыку, катать мячики и машинки, собирать пирамидки и делать много чего еще. Целую тысячу дел, которые так важны и необходимы для развития малыша его возраста. Андрюша – любитель подвигаться. Он быстро переключается с одного занятия на другое, потому что как можно скорее хочет узнать и запомнить как можно больше. Из-за Андрюшиной подвижности и желания вечно куда-то залезть, воспитатели в шутку называют его скалолазом. Этому маленькому ученому обязательно нужны родители. Мама и папа помогут Андрюше познать этот мир и найти свою дорогу в нем. 16 ноября в камерном зале Дворца культуры «Мир» состоялся литературно-музыкальный вечер поэтессы Алины Серегиной. Мероприятие посетил Максим Морозов. Свою творческую деятельность Алина начала после первой влюбленности еще в 12 лет. На сегодняшний день она выпустила уже два полноценных сборника стихотворений, а количество произведений подходит к тысяче. Четверть несеребряного века под таким названием прошел ее творческий вечер, поводом для которого послужил день рождения молодой поэтессы. Знаете, часто говорят, что женская поэзия – это исключительно любовь. Я стараюсь уходить от этой темы. Не уходить, просто не оставаться только на ней. Но для меня стихи – это не работа, это то, что я просто люблю делать и то, чего я не могу не делать. Поэтому я пишу о том, что меня волнует в данный момент. Это может быть и какие-то события, и просто какие-то образы, которые приходят, и города, где я была, ну и любовь, конечно, ко всему этому. Все звездно, и час наш, и небо над головой, Покуда они нам даны, мой хороший, берег. Сюжетная линия тоньше береговой, мы за руки, мы балансируем на обеих. Не смотрим на время, ему нас не запылить, на зрителей в зале, не слушаем хруст попкорна. Ты скажешь, киношное счастье возможно длить. На зло режиссер сценарию непокорно. Но только покажется, этот сюжет знаком, его повороты подвластны нам и нехитрые. Как что-то по коже прокатится, холодком. Ты скажешь, что это мурашки, а это титры. Знаете, для меня главное писать, и если людям это нравится, если люди получают от меня энергию, которую я закладываю в стихи, я очень этому рада. В уютном зале Дворца культуры собрались друзья Алины, старые поклонники и люди, впервые столкнувшиеся с ее творчеством. Подготовленная концертная программа провела гостей по временам года от холодной зимы до желтых листьев осени. Помимо стихотворений со сцены звучали тематические песни, рассказы и теплые слова поддержки. Я увидела девочку на ступеньках гимназии, когда она читала стихи, и поняла, что передо мной стоит необыкновенное чудо. И это было вот как озарение. Вы понимаете, приходит изнутри такой посыл, и ты понимаешь, что вот ты должен помочь. Таким людям надо помогать. Они одни в этой ситуации никогда не справятся. И если есть какая-то возможность, и есть какое-то вот у них, как бы это выразиться-то, смятение. А нужна ли моя поэзия? А зачем мне это? И кому это надо? Вот ты тут со своим опытом как раз и должен сказать, что да, раз Бог тебя поцеловал, значит иди и дари свой дар людям. Творческий вечер селил положительный эмоциональный заряд всем гостям праздника, А искренняя улыбка поэтессы вдохновила коллег на создание новых произведений. Кто рождает в нотном стане песенную свою, если сердце не устает, если сердце не устает, если сердце не устает, я спою. А в сегодняшнем концерте принимали участие Владимир Петрович. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал «Откари». В минувшее воскресенье в ДК «Центр молодежи» прошел фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного пения «Золотая звезда». Уже шестой раз конкурс принимают в Владкарине юных артистов из городов Подмосковья. С каждым годом география фестиваля растет, как и количество желающих принять участие. По заверению организаторов, в этом году они получили более ста заявок. К такому наплыву организаторы оказались не готовы, и половину заявок им пришлось отклонить. Но в следующем году конкурс сможет принять всех желающих. Конкурс Конкурс проходил в номинациях соло, дуэта и ансамбля в четырех возрастных категориях. Оценивало выступление жюри. Первыми на сцену вышли самые младшие участники. Я в этой песне, когда есть тишина, и с ручьями весело прыгает весна. Качет по полям, с неба по балансу, песенку веселую напевает нам. Песенку веселую напевает нам. А скажи, что за песня, что такое песня позитивная? Она очень веселая и задорная. Мне она очень понравилась. И пение мне нравится, потому что это очень весело, и выступать на конкурсах можно. Об итогах фестиваля можно будет узнать, посетив гала-концерт, который пройдет на том же месте 22 ноября. Григорий Козлов, Алексей Устинов, телеканал «Эткари». Магазин детского питания «Мой малыш» предлагает вам самый широкий ассортимент детского питания, подгузников, средств по уходу для ваших малышей. Мы находимся в торговом центре на пересечении улиц Коммунистическая и Колхозная, рядом со Старой Конечкой. Также к вашим услугам бесплатная доставка по телефону 8 926 752 2663. 14 ноября в детской музыкальной школе прошел концерт ансамбля камерной музыки из цикла «Прекрасное побуждает доброе». В рамках программы прозвучали произведения композиторов-романтиков 19 и 20 века. Концерт был открыт произведением Густава Малера для скрипки, фортепиано, альта и велончели. Квартет был написан композитором в 16 лет. Музыка Малера олицетворяет завершение эпохи романтизма в классической музыке. Я просто думал, что что бы я хотел сыграть, что бы мне было интересно, что бы было бы интересно послушать публике, что бы мы могли вместе сделать с друзьями, и вот такая получилась программа. Музыка 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 Студенты Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Пианист Николай Мартынов, велончелистка Дарья Капанина, альтистка Дарья Курепина. И первая скрипка Геннадия Акинфин, младший из пяти детей музыкальной семьи Акинфиных. Свой музыкальный путь Геннадий Акинфин начал в Латкаринской музыкальной школе. Скрипка, на которой в этот вечер играл музыкант, была изготовлена немецким мастером Йозефом Котцем в 1724 году. Латинская камера от греческого «камара» означает свод, замкнутое пространство. Камерная музыка более интимная, так как звучит в ограниченном пространстве и, по мнению поклонников, ближе человеческому сердцу, ведь сердце – это тоже камера. Впрочем, этому есть и более простые объяснения. Ты играешь не один, а делаешь что-то общее. Тут что-то не очень большое и не один. То есть это меньше, чем симфонический даже камерный оркестр, но больше, чем поодиночке. Григорий Козлов, Александр Тестов, телеканал «Латкари». А сейчас новости спорта. Рубрика «Латкарина спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компаний «Старатели», «Депоз», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Новые спортивные объекты в Латкарине. Физкультурно-оздоровительный комплекс с скрытым катком на улице Советской возводится в нашем городе в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Строительство ледового физкультурно-оздоровительного комплекса вышло на финишную прямую. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтаж оборудования катка и благоустройство окружающей территории. Чуть более месяца осталось до торжественной церемонии открытия первого в Латкарине физкультурно-оздоровительного комплекса с скрытым катком. Именно здесь латкаринские фигуристы и хоккеисты будут браздить лед, прыгать в тройные тулупы и забивать шайбы. Продолжаются дебаты по вопросу названия физкультурно-оздоровительного комплекса. Окончание строительства намечено на конец этого года. В Латкарине на улице Колхозной продолжается строительство дворца спорта Арена Латкарина. Дворец спорта будет оборудован большим многофункциональным залом с трибунами на тысячу мест, бассейном с шестью дорожками и борцовским залом. Дворец спорта Арена Латкарина, также строящийся по программе «Наша Подмосковья», начинает приобретать свои внешние очертания. Закончены кровельные работы, ведется монтаж внешних панелей, раскрывается фасад песочно-коричневого цвета. В дворце спорта будут расположены бассейн, каркас фундамента которого уже готов, многофункциональный большой спортивный зал с трибунами на тысячу пятьдесят мест и борцовский спортивный зал. Дворец спорта уже под крышей, ему не страшны ни снег, ни дождь. Ведутся работы по монтажу внешних фасадных панелей. А вот здесь, где будет большой спортивный зал, уже почти готова гравийная подушка. Завершение строительства и торжественное открытие Арены Латкарина запланировано в четвертом квартале 2015 года. Благодаря программе губернатора Андрея Воробьева и активной работе главы города Евгения Серегина, физическая культура и спорт в городе Латкарина уже совершили огромный шаг вперед. А дальнейшая динамика развития обещает сделать наш город одним из самых спортивных городов нашей страны. Новая полоса препятствий скоро откроется в Латкарине. 8 ноября на территории гимназии номер 7 начались работы по возведению новой современной полосы препятствий, что вызвало неподдельный интерес у школьников и призывников. Создание современной полосы препятствий прошло при активном участии главы города Латкарина Евгения Серегина и депутата Московской областной думы Владимира Тыцкого, оказавшего значительную финансовую поддержку в рамках депутатских полномочий. Работы по монтажу объектов полосы и благоустройству территории вышли на финишную прямую. Мечта городских военно-патриотических клубов почти свершилась. Теперь основы и навыки начальной военной подготовки, а именно умение преодолевать полосу препятствий, можно приобрести в Латкарине. Любой призывник скоро сможет потренироваться перед армией и пойти на службу уверенным. Во времена СССР полосы препятствий были гораздо больше распространены, чем в наше время, располагаясь на территории каждой школы и во дворах, что способствовало укреплению военно-патриотических принципов воспитания молодого поколения. Торжественное открытие полосы препятствий намечено на 25 ноября. Новости шахмат. Личное первенство среди учащихся школ. В ДК «Центр молодежи» стартовало первенство по шахматам среди учащихся. В первый день соревнований было сыграно три тура между учениками школ номер 1, 2, 4 и 5. Мальчики и девочки от 6 до 12 лет играли по круговой системе. Юноши старше 12 лет сыграли партии отборочного этапа. Следующий день соревнований прошел 15 ноября. Под руководством опытного наставника секции шахмат Михаила Концевого юные шахматисты делали ход конем, ставили вилку, шах и мат. История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Изобретенные в Индии в 5-6 веке, шахматы распространились практически по всему свету, став неотъемлемой частью человеческой культуры. Продолжатся соревнования 19, 26 и 29 ноября. Мы следим за развитием событий. Новости плавания. Самый полезный спорт. Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, тем лучше. Купание, игры на воде и плавание благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. В Латкарине дети могут плавать в малых ваннах, бассейна «Лидер» и спортивного комплекса «Кристалл». В рамках программы по развитию физической культуры и спорта администрации города Латкарина воспитанники всех детских садов бесплатно посещают детский бассейн СК «Кристалл», а в «Лидере» проходят уроки физкультуры у школьников. Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще неокрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае формируется правильно, вырабатывается хорошая осанка. Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц и необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма. Совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуется движение, увеличивается выносливость. Плавание является хорошим средством закаливания. Люди, систематически занимающиеся в плавательном бассейне, более стойки к переохлаждению, не боятся резкой смены погоды. Во время плавания создаются наилучшие условия для кровообращения. Это, в частности, дает возможность заниматься плаванием в спокойном темпе и пожилым людям. Дыхание пловца ритмично и согласовано с движениями рук и ног, поэтому плавание – лучшее упражнение для совершенствования дыхательной системы. Великое прикладное значение плавания. Умение плавать нередко спасает жизнь. В Латкаринских бассейнах «Кристалл» и «Лидер» заниматься плаванием могут все желающие. Стоимость одного посещения составляет 230 и 200 рублей. Также в продаже абонементы на месяц. Есть детские сеансы в малых ваннах и сеансы для взрослых в больших бассейнах. Плавайте на здоровье! Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина спортивная», компания «Мстаратели», «Дипоз», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». Теплый летний долгожданный вечер Средь звенящей звонка тишины Шорохами чуткими отмечен И зовет мелодией струны Вновь мерцание звезд на небосводе В бархатисто-черной вышине Сердце распахнулось на природе Обнимая мир, как в чумном смерти Лунный свет на землю заструился Арфы ясно и нежно заиграл Словно в душу Божий дух спустился И красой ее очаровал Где-то льется ласковая песня О надежде, вере и любви Сердце утомленное воскреснет За тобой пойдет на край земли Литературно-музыкальный ансамбль «Русский парнас» Приглашает вас на концертную программу «Не грусти» Которая состоится 29 ноября в 18.00 В актовом зале ДК «Центр молодежи» Телеканал «Откари» представляет широкий спектр рекламных возможностей От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета От бегущей строки до видеооткрытки Телефон рекламной службы 8495-979-44-18 На этом у нас все Познакомиться со всеми нашими выпусками Оставить свои комментарии и пожелания Вы можете на сайте Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» Каждую среду и субботу в 19.00 В студии была Ольга Белозерцева Всего вам доброго